Здравствуйте! На телеканале Оркен Медиа новости в студии Виктория Буханцева. Смотрите сегодня в материалах наших корреспондентов. Поиски прекращены. Пассажир автобуса, пропавшего на трассе Караганда-Балхаш, нашли мертвым. В пяти километрах села Аксуаилы. Рыбачье вето на озере Балхаш начался запрет на рыбную ловлю. Запрещена любая рыбалка. Дачные секреты, как правильно высадить голландские розы на участке и ранетку. Когда нет листочков, дереву легко приживаться, он отдает корень, только приживает. Пассажир автобуса, пропавшего на трассе Караганда-Балхаш в январе этого года, нашли мертвым. Тело Дмитрия Чеснокова обнаружили в пяти километрах от поселка Аксуаилы. Напомним, житель Тимирта уехал с коллегами в автобусе по маршруту Балхаш-Караганда. Во время остановки в поселке Аксуаилы, Шатского района, 32-летний Дмитрий Чесноков вышел вместе со всеми на улицу и не вернулся. Позже на его поиски вместе с правоохранителями вышли волонтеры. Родственники мужчины объявили о вознаграждении за любые сведения о нем. Выходные тела Тимиртауца нашли в пяти километрах от места пропажи полицейские. При нем были документы и деньги. 14 апреля текущего года в пяти километрах от села Аксуаилы в степи обнаружен труп мужчины. В настоящий момент назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято окончательно процессуальное решение. Без прав номеров и шлемов ездят балхашские мотоциклисты. 25 нарушений у водителей выявили полицейские балхаша за три дня. С потеплением байкеры вышли на дороги, а правоохранители в рейд. Усиленно проверяли водителей двухколесного транспорта три дня. За это время выявили 25 нарушений. Самое распространенное – отсутствие документов, водительских прав, номеров и шлемов. Всем выписали штрафы от 12 до 25 тысяч тенге. Проверки байкеров продолжаются. С начала года был зарегистрирован один случай ДТП с мотоциклом, который произошел 3 апреля на улице Букиханово. После опрокидывания байка 32-летний водитель получил черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Четыре дня он провел в реанимации в тяжелом состоянии. При управлении транспортного средства мотоцикл необходимо иметь водительское удостоверение соответствующей категории и все документы на право управления транспортного средства. Также необходим шлем, то есть каска, для своей же безопасности и согласно правилам дорожного движения. Также при перевозке пассажира необходим шлем. В летний период будет продолжаться проверка мототранспортных средств. С сегодняшнего дня на озере Балхаш велись запрет на рыбалку. На акваторию не разрешается выходить с любыми снастями. Нарушители ждут штрафы от 50 до 600 тысяч тенге. Продлится запрет до 31 мая. Все это время полицейские будут следить за покоем озерной фауны. В прошлом году в запрет выявили 19 нарушителей. На трех человек завели уголовные дела. На сих пор идет судебный процесс, где судят балхашца, которого задержали с двумя с половинами тоннами рыбы. Еще двух жителей города судили за незаконный вылов почти в 400 килограммов рыбы. По приговору суда мужчинам назначили один год ограничения свободы, по 100 часов общественных работ, оштрафовали больше, чем на 1 миллион тенге и запретили выходить на промысел в течение одного года. Тех, кто нарушит запрет на ловлю в этом году, ждут штрафы от 50 до 600 тысяч тенге. В период запрета, который продлится с 15 апреля по 31 мая, запрещена любая рыбалка. И сетями, и удочкой. Также нельзя выходить на акваторию озера на лодках. Будем выходить в рейды и проверять. Задержанных ждет административная и уголовная ответственность. У дачников наступила горячая пора. Время первых посадок. Чтобы урожай был хорошим и растения не одолели вредители, у каждого садовода и огородника есть свои секреты. Дачница со стажем Лариса Замураева рассказала, как правильно высадить ранетку и голландские розы. Подробности в сюжете. Опытная дачница Лариса Замураева высаживает голландскую розу. Чтобы цветок прижился, лунку выкапывают на солнечной стороне участка глубиной около 15 сантиметров. Земля для высадки смешивается с навозом, а у саженца перед посадкой обновляется корень, отрезаются цветы и листья. А колировка розы должна оставаться снаружи. В водичке разведен уже корневин. Это стимулятор роста, образования горни специально, для того, чтобы дал толчок растению. Все, розочку придавливаю, сажу. Вот она, колировочка, она должна быть над землей. А чтобы хорошо цвела сирень, дачница использует глину. За сутки саженец обмакивают в смеси навоза и глины с водой. Так корень цветка будет дольше сохранить влагу, а растение не высохнет. Кроме того, чтобы корни саженцев не переплелись, их высаживают на расстоянии в полтора метра. Когда нет листочков, дереву легко приживаться. Он отдаёт, корень только приживается, и отдаёт стволу силу свою. Если есть листья, уже тяжело. Любителям плодовых деревьев дачница советует высаживать саженцы на глубину 25 сантиметров от колировки. Так, при промерзании земли зимой, корень останется на безопасной глубине и ежегодно будет радовать урожаем. Если посадка выполнена правильно, первые почки появляются в течение 10 дней. А если вы хотите высадить виноградные кусты, нужно соблюдать следующие правила. Виноград садится под углом 45 градусов, то есть потому что здесь есть спящие почки в диаметре 10 сантиметров. Она просыпается и даёт суда куст, поэтому садится в 45 градусов. А дерево садится ровно, выше колировки. На участке Ларисы Замураевой больше 30 плодовых деревьев и цветочных кустарников. Среди них яблоня, груша, вишня и абрикос. Урожай радует не только хозяйку, часть дачница продаёт и раздаёт родным и знакомым. Акмарал Хасина, Серик Кисибаев, Уркен Медиа. Балхашские футболисты стали серебряными призёрами первенства области по футзалу. В выходные в Караганде прошла решающая игра турнира. В финале балхашцы встретились с карагандинской сборной 220 вольт. Наша команда до стыка открыла счёт и вела в первом тайме. Но во второй половине игры потеряла преимущество. В итоге матч закончился со счётом 7-3 в пользу карагандинцев. Они стали чемпионами. Балхашцы стали вторыми, на третьем месте оказалась сборная банка. Первенство области по футзалу стартовало в ноябре 2018 года. Наши игроки провели 22 игры в два круга, набрали 60 очков и перешли в высшую лигу. Балхашец Нурдос Абдрахманов получил звание лучшего бомбардира. На турнире он забил 44 гола. В первом тайме повели в счёте 1-0 сначала, потом 3-2. Но во втором тайме имели столько моментов, но, к сожалению, реализация хромала. И в итоге проиграли со счётом 7-3. Ну, эта команда очень опытная. Там в составе есть игроки составные, стимиртал. И вот заняли второе место, вышли в высшую лигу. На сегодня это все новости. Следующий выпуск завтра в 20.15. До свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok